Когда ты не стелсовый убийца, а тебе ставят закрытую карту, в голове вполне возможно появляются мысли с позором ливнуть. Конечно, это коснется не каждого мана, однако обилие досок, иногда неудобное положение генов и широкие возможности для стелса у выживших восторга у тебя явно не вызовут. Поэтому в данном видео я хочу предложить 5 потрясающих и необычных билдов для не стелсовых убийц, которые как минимум удивят противников и разнообразят твой приевшийся геймплей. А как максимум сделают из тебя короля закрытых карт. Этот топ был составлен исходя из моих собственных предпочтений, но билды для него выдумывал не я. Они давно уже существуют в интернете и не раз попадались мне в катках. Также отмечу, что все сегодняшние комбинации направлены на фановый и необычный геймплей, поэтому сомневаюсь, что они порадуют тебя постоянными победами, но вот удивить они точно способны. Ну а на связи господин, и сразу после твоих подписки и лайка мы приступаем. Открывает наш топ необычных билдов на закрытых локациях Охотник от Коллапса. Ни для кого не секрет, что основные победные тактики этого мана это конечно игра от треугольника или же от подвала. Однако наш сегодняшний билд абсолютно меняет стратегию. Основная задача такого охотника это успеть подготовить почву к моменту эндгейма, когда будут заведены все пять генов, и тогда ты насладишься предсмертной агонией выживших, умирающих от коллапса. В отличие от дефолтного траппера, тебе не придется слишком сильно заморачиваться с защитой генов, но чтобы билд сработал, придется удерживать в голове четкий план действий и строго соблюдать следующие условия. Во-первых, в самом начале необходимо проследовать к ближайшему выходу и аккуратно затрапить все пути. В этом поможет аддон Охотничий Мешок, дающий все капканы в начале матча. Данный выход в конце катки ты откроешь сам, чтобы запустить таймер коллапса, и будешь защищать его с помощью наеда. Во-вторых, на протяжении матча придется приложить усилия, чтобы пешком отловить и повесить каждого выжившего хотя бы по одному разу. В этом случае навык «Выхода нет» настакает 5 жетонов, которые в сумме заблочат кнопку на целую минуту. Третьих, постарайся нанести 4 хита по объекту одержимости, чтобы получить 4 жетона для навыка «Помни меня». В сумме это замедлит активацию кнопки на 24 секунды, но имей в виду, что на одержимость этот дебаф действовать не будет, а потому в идеале тебе придется убить его до починки всех генников. Но это не обязательно, если ты готов понадеяться на удачу, что выход побежит открывать кто-то другой. В-четвертых, в процессе матча найди подходящий момент, чтобы успеть поставить капкан под вторую кнопку. Так как твой второй аддон «Радужный камень», каждые 30 секунд случайный неактивный капкан на карте будет открываться сам. В нашем случае охотник стоит у другого выхода и не дает выжившим трогать капканы, а значит раскрываться будет именно этот, и сур, в который максит выход, обязательно в него попадется и потратит лишние секунды. Ну и последнее, пятое условие, это сразу после заводки последнего генчика, подойди к подготовленному в начале выходу и немедленно его открой. Ну а дальше дело за малым. Стоим у выхода, пугаем сурвов своим грозным видом и не даем никому подойти. Класть выживших на землю слишком рано не стоит, потому что таймер коллапса замедлится вдвое. Чтобы правильно активировать кровавый смотритель и точно не дать никому уйти, дождись, когда останется 25% полоски и только тогда вешай на хук. Но это в идеале. А так, в целом, завалить на землю и повесить для активации смотрителя можно примерно и на 40% полоски. Но в таком случае обязательно отойди подальше от хука и позволь быстро спасти, чтобы замедление полоски коллапса как можно скорее закончилось. Да уж, условий куча, звучит трудно, понимаю. Приходится хорошо чувствовать игру и знать ее механики. Кроме того, смекалистые выжившие способны все это дело законтрить. Именно поэтому Охотник от коллапса занимает всего пятую позицию в моем топе. На четвертом месте в сегодняшнем топе поселился стелсовый легион. Как правило, традиционная стратегия данного убийцы – это постоянная расхитовка обилкой, после чего начинаются обычные погони М1 мана. Такой геймплей по-своему приятен, однако билд стелсового легиона реализуется абсолютно иначе и основывается не на прямых погонях, а на внезапных нападениях на ничего не подозревающих выживших. В основе билда лежит аддон Линейка, который после атаки обилкой вешает на сорва эффект забывчивости. Иными словами, после получения тычки с пособкой, целую минуту челик не будет слышать сердцебиение. Как показывает практика, выжившие привыкли, что после хита легион убегает искать остальных, а потому довольно быстро присаживаются и начинают лататься, а некоторые затем еще и хилятся. Но наш легион нетипичный, он делает вид, что уходит, затем отменяет обилку и неожиданно возвращается к хитовному сорву. Здесь тебе поможет аддон Тюмные очки, который подсветит латающегося типа, и твое внезапное появление застанет его врасплох. На закрытых картах такая тактика работает вполне неплохо, однако так или иначе, периодически все равно придется давать расхитовку по нескольким выжившим и постоянно переключаться между ними, пытаясь застать врасплох самого уязвимого. Поэтому весь билд будет нацелен на то, чтобы максимально дезориентировать противников отсутствием сердцебиения и заставить бояться твоего внезапного появления. Навык истерия вешает забывчивость на полминуты на всех раненых, когда нанесешь хит по кому-то целому, а темная преданность передает сердцебиение на полминуты на атакованную одержимость. Получается, что в совокупности с аддоном на забывчивость, эти два умения заставят с рвов теряться и путаться, не понимая где ты находишься. Азов медсестры и знаток техники будут стабильно давать легиону полезную инфу о местоположении выживших. Как ты мог заметить, такой легион играется весьма необычно. От тебя потребуется хорошее понимание, кто где находится, на ком в тот или иной момент висит забывчивость и в каких местах получится нанести внезапную атаку. Также ты не сумеешь часто давать дефолтную расхитовку, поскольку инстинкт-убийца во время обилки не подействует на челиков с эффектом забывчивость. Ну и понятное дело, генраж и пати с голосовой инфой делают билд недостаточно стабильным. Из-за всех этих нюансов, стелсовый легион занимает четвертую позицию моего топа. Однако для тех, кто не побоится экспериментов, эта комбинация может подарить новый опыт и веселые катки. А сейчас поговорим о тотемчиках. Казалось бы, ненадежные, нестабильные, но с другой стороны с весьма интересными свойствами. Сегодня в центре внимания закрытые карты, и я просто не мог не добавить в свой топ тотемную комбинацию. Близнецы. Это великолепный ман для контроля и раскачки с рвов. И, как ни странно, для геймплея от тотемов тоже. Тотемные твинцы занимают третье место, поскольку обладают хорошим потенциалом для защиты тотемов, а также мощными и необычными аддонами. Переливчатый кулон вешает на выжившего временный ваншот, когда тот убивает Витька. В нашем случае большую часть матча Виктор будет стоять на тотемах, и, конечно же, выжившие очень сильно захотят их ломать, а значит им часто придется пинать малыша и стакать на себя этот неприятный дебаф. Аддон Тряпичный Кляп позволит Шарлотте почти целую катку ходить под незаметностью. Все, что понадобится, это переключаться между маньяками. По билду у тотемных твинцов свобода выбора куда больше, чем у того же Охотника от Коллапса или Сталсового Легиона, но на мой взгляд следующая комбинация самая оптимальная. Погибель для пассивного отката генов очень хороша, учитывая, что Шарлотте регулярно будет приходить под незаметностью, давать легкий хит и отпугивать заводчан. Пожрание надежды – это, пожалуй, главный навык в нашем билде. Он достаточно часто будет стакаться до пяти жетонов, а это и ваншот, и мемента, и провокация выживших немедленно искать тотемы, бросая другие дела. Пожралка побуждает сурвов на необдуманные действия и суету, а это гарантирует много ошибок, за которые ты их, конечно, накажешь. Несмерть – это страховка тотема. Ты не сможешь разорваться на защиту всех тотемов и погони за выжившими, поэтому рано или поздно какой-то тотем упадет. Однако несмерть примет удар на себя, и затем ты пойдешь и воткнешь туда пентимента, что колоссально замедлит починку. В итоге мы имеем фактически стелсмана, дефающего тотемы на закрытой карте, где их в принципе не так уж легко отыскать, а тут еще и потенциал для ваншота от аддона или пожралки. Выглядит все это достаточно жестко и нестандартно, однако при таком геймплее ты почти не используешь Виктора, а значит, если вступаешь с Шарлоттой в прямую погоню, то опытный чел сможет отбегать. Также ты все еще зависим от спавна своих тотемов и ближайших генов. Если с этим не повезет, то нормальные челики по связи сумеют раскачать таких близнецов. Именно поэтому тотемные твинцы занимают позицию в середине моего топа. На втором месте шумный товарищ с таким билдом, который душит от земли. Ты наверняка повидал много убийц, играющих от земли. Неруса, мор, они, близнецы, да даже охотница. Однако душный доктор от земли встречался немногим, и он однозначно удивляет и подрывает пуканы. Билд такого доктора завязан на том, чтобы быстро находить выживших, держать их хитовыми весь матч не давая лечиться, и осуществлять мощнейшее давление за счет того, что ты не тратишь время на повесы и поиски, и постоянно участвуешь в погонях. Аддон Радужный Ферзь заставляет на электризованных выживших пассивно получать удар током, кричать и стакать фазу безумия, когда они находятся рядом друг с другом. А забегая вперед скажу, что им придется находиться рядом друг с другом в попытках поднять земли или отхилиться. Облегчить погони, поможет быстрее закрываться рвов и шокоть их на более длинные дистанции через стены электрод. Так как билд в первую очередь нацелен на закрытые карты, которые в основном довольно компактны, здесь отлично подойдет навык «Сеющий страх», увеличивающий зону сердцебиения и позволяющий покрывать буластом до 70% локации. К нему в связку великолепно зайдут клоунофобия и мясник. Вся эта комбинация колоссально усложнит и замедлит отхил выживших. Кроме того, билд отлично дополнит заразительный ужас, который дает много инфы, а также сбивает лечение. В итоге душный доктор от земли, при помощи красного аддона и эффективного срабатывания буаста на всю карту, постоянно стакает безумие на сорвах, много участвует в погонях и совершенно не дает лечиться. Выжившие постоянно кричат, процесс лечения сбивается мясником из-за шока или заразительного ужаса. Если сорвы убегают в угол мапы, где клоунофобия их не достает, то они тратят много времени и не успевают чинить. А если они просто забьют на лечение, то при помощи обилки их всегда можно быстро найти и наказать. Законтрить эту душню на каком-нибудь гидеоне способна разве что грамотная координация выживших, очень соевовый геймплей, активная починка и набравший сейчас популярность навык спокойствия духа. Но большой плюс данного доктора еще в том, что он не вешает и соответственно не дает активировать большое количество сильных навыков выживших, которые завязаны на хуках. И наконец, первая позиция моего топа. Здесь я поставил ведьму на спидах. Почему именно ведьму, спросишь ты? А дело в том, что никто не ожидает от 4 и 4 мана частых прямых погонь, потому что дефолтные ведьмы играют от контроля и зонинга при помощи телепортов. А что касается нашего билда для ведьмы на спидах, он весьма прост и приятен, и в то же время очень силен против неподготовленных выживших, за счет того, что ломает тайминги мансов. В основе билда стоит аддон «Вымокший ботинок», который на постоянной основе дает скорость 4,7 метра в секунду, а также ощутимо замедляет сурва при активации ловушки. И хотя такая ведьма будет лишена возможности тэпаться, для тебя это и не нужно. Зона сердцебиения в 24 метра позволит нападать неожиданно, а низкий рост и увеличенная скорость помогут быстро догонять выживших в классических постройках, поскольку те по привычке будут давать лишние круги и не почувствуют нестандартные тайминги. Аддон «Рука со шрамом» станет отличным дополнением для игры на закрытых локациях. С его помощью ведьмины фантомы обретают плотность, а для тебя открываются возможности блочить не только палеты и окна, но и ключевые проходы. Еще больше бустанут скорость помогут навыки, поиграя со своей жертвой, он же паук, а также быстрая жестокость. Если ты сумеешь ускориться от быстрой жестокости и затем стакнуть третий жетон паука, то полетишь по карте со скоростью 5,6 метров в секунду, что между прочим быстрее, чем у легиона в обилке. Тем не менее, даже таких цифр может оказаться недостаточно, чтобы догнать выжившего на перетяжке сразу после хита, поэтому дополняем нашу сборку навыком «Оставь лучшее напоследок», он же SBFL. Несмотря на нерв данного навыка, в нашем билде он смотрится вполне уместно, поскольку наращивает темп погони и делает ведьму куда опаснее. Все эти бонусы помогут быстро ловить и вешать сурвов, ну и чтобы тебе не приходилось лишний раз отвлекаться на гены, для замедления починки здесь хорошо подойдет выброс, который пассивно взорвает все генчики в радиусе 32 метра от места падения бедолаги. Таким образом, ведьма на спидах привлекает своим незамысловатым активным геймплеем, не требующим много думать и выстраивать трудные стратегии. Ты однозначно кайфанешь от высокой скорости, постоянной расхитовки и частых ошибок выживших из-за непонимания таймингов. Разумеется, слаженная игра, починка и саевовые мансы задушат такую ведьму, однако потных задротов, оказывающих достойное сопротивление данному билду на закрытой карте, ты встретишь немного. Вот такой вышел топ из необычных билдов для закрытых карт. Как я и упоминал, все они нацелены на фан и получение нового игрового опыта. Обязательно поделись в комментах, узнал ли ты что-то новое и пробовал ли такие связки на практике. Лично для себя я понял, пока записывал эти катки, что на высоком ММР подобные комбинации работают далеко не всегда. Однако в качестве глотка свежего воздуха и разнообразия, чтобы отдохнуть от заезженных мета билдов и потестить что-то новое, эти билды вполне интересны. Жми лайкос и подписывайся на канал, если ждешь новые видео. Ну и конечно, заходи на мои стримы. Ну а с вами был Господин. Спасибо за просмотр и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok